Здравствуйте, дорогие мои друзья! У меня сейчас для вас информация от моей подписчицы, которой стала не нужна вещь, нужная для тех, кто находится на терапии или на нее вступает. Когда-то я вам делала ролик о гидравлическом прессе, который помогает выжимать драгоценные питательные вещества из экологически чистых жмых для наших соков. И иногда это продается на ebay, но достаточно редкие эти предложения бывают, и цены, конечно, тоже разнятся. Предложение от Веры, от моей подписчицы, 200 долларов за гидравлический ручной пресс, что является половиной ценой, которую эта семья платила за него, когда это им нужно было. Итак, пресс находится в городе Прага, Чехия. Отправлять продавец будет в любую точку мира. Почта работает, чешская, очень исправно, хотя, конечно, 2020 год с его знаменитыми локдаунами и приближающимся Новым годом может создать некоторые задержки. Использовался пресс несколько месяцев всего, и поскольку это ручной прибор, он находится в хорошем рабочем состоянии. Вы сейчас на видео увидите, как, собственно говоря, он работает, как им нужно оперировать. Вера сделала такой ролик. Она не столько демонстрирует, сколько сока выйдет из жмыха, поскольку она не использовала текстильные материалы, использовала бумагу, бумага стала рваться, она прекратила выжимку, но вы увидите, как работает сам пресс. И, конечно же, Вера дала свои координаты. Если вам будет это предложение интересно, то вы найдете ее электронный адрес, ее телефон под роликом, и будете с ней напрямую связываться. Ну, а теперь давайте посмотрим тот видеоматериал, который Вера мне прислала. В общем, я решила попробовать показать, как работает этот ручной пресс, и использовать остатки жмыха после того, как я приготовила сок. Возможно, его здесь будет много для вот такой бумаги. Ну, я отжимаю, если честно, первый раз, потому что дома я пользуюсь только такой вот шнековой соковыжималкой, но этот пресс мы покупали именно для целей приготовления сока для мамы, да, для терапии герцога. Герцога. Вот, сейчас, в общем, попробуем таким образом. Мы сейчас ее поставим на платформу, эту штуку, на сам пресс. Эта платформа. Здесь сейчас попробуем повернуть, как и должно быть, потому что... Вертикально. Когда ты его опускаешь, потом, чтобы его заново поднять, нужно эту штуку установить вот таким образом. Там риска, вероятно, и она ее установила вертикально. Вставляется ручка, и вот так вручную. Отлично. Ну, да, так все потихоньку у нас. Надо, конечно, до конца, до того, чтобы он отжал весь сок. Да, но у нее уже стала бумага рваться. Ну, еще раз повторяю. Люди, кто на терапевку, у кого есть свой пресс, они используют марли, да, либо какой-то специальный текстиль для отжима сока. Я... у меня такой штуки нету, поэтому я взяла эту обыкновенную бумагу. Возможно, поэтому и будет выходить его намного меньше. Вон, видите, вон она даже порвалась от давления. Ну, жмых уже был раз выжат, видите, он уже был выжат на шнековой. Ну, мы не будем сейчас весь этот отжимать. Я вам просто хотела показать. И как его вернуть в исходное, получается, положение. Внимайте ручку. Убираю эту штуку. И вот это надо повернуть теперь горизонтально. Поверачиваю обратно, чтобы она была в таком... Налево, то есть выкрутите. И видите, там она даже пальчиком это как бы показывает. И беру двумя руками. И надо тянуть. И опускаю его вниз. Вот, всё. Сняли. Свою тряпочку перевернули, чтобы до конца. И всё. Потом отжали второй раз и помыли. Всего, спасибо. Ну, на мой взгляд, очень достойное предложение. Если у вас шнековая соковыжималка, то такой пресс вам поможет. Поможет довыжимать драгоценные питательные вещества. И мы знаем, на терапии Гёрсона это важно. Ну, конечно, использовать надо не как в ролике здесь, в бумагу. Это бесполезно. Нужно иметь тряпочки желательно. Опять же, у меня есть ролик об этом. Из компании Норвак. Можно, собственно говоря, тряпочки просто выписать. И уж тряпочки они вам пришлют. Потому что это веса не имеет, как соковыжималка сама. Пожалуйста, если вы заинтересовались этим, связывайтесь не со мной, а напрямую с Верой. Как я уже сказала, информацию, которую она мне снабдила, я помещу под роликом в информационном. Вот как раз кармашки или как коробочки, как это, если переводить с английского напрямую. И она будет, наверное, рада, если вещь, которая им уже стала не нужна, не нужна вернее, найдёт своё применение в какой-то другой семье. Вот на этом и всё. Коротенький ролик. Но я надеюсь, что среди вас найдутся желающие. И, конечно, у них только один прибор. У них немного их. И, наверное, кто первый, тому и повезёт. Я с вами прощаюсь. И надеюсь, что этот ролик поможет кому-то. До свидания.